Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 октября. Житие святого Андрея, Христа ради Юродивого. Царствование греческого императора Льва Великого, Мудрого, сына императора Василия Македонянина. Жил в Константинополе некий муж по имени Фиагност. Он купил множество рабов, в числе коих находился один отрок, Славинин родом, по имени Андрей. Этот отрок был прекрасен собой и отличался добрым нравом. Фиагност полюбил его и больше других рабов. Фиагност назначил его своим довереннейшим слугой и отдал его для обучения священным книгам. Изучив священное писание, Андрей часто ходил по церквам, молился Богу и читал священные книги. Однажды ночью, когда он стоял на молитве, злокозненный дьявол, видя это, позавидовал этому доброму делу и стал сильно ударять в двери той комнаты, где находился юноша. Андрей пришел в ужас, перестал молиться, поспешно лег на постель и оделся козлиной шкурою. Увидав это, сатана обрадовался и сказал другому дьяволу, видишь ли ты этого юношу, недавно он еще вкушал бобы, а теперь вот он уже вооружается на нас. Проговорив это, сатана исчез. Блаженный же от страха крепко уснул и во сне имел следующее видение. Ему казалось, будто он был на большой площади, по одну сторону которой стояло множество эфиопов, а по другую множество святых мужей в белых одеждах. Между обеими сторонами происходило как бы состязание и борьба. Эфиопы, имея на своей стороне одного черного исполина, с гордостью предлагали облеченную в белые одежды, чтобы те представили в своей среде такого борца, который был бы в силах бороться с их черным эфиопом, тысяченачальником их бесчисленного легиона. Черновидные эфиопы хвастались своей силой, но белористы ничего им не отвечали. Блаженный Андрей стоял там же и смотрел, желая узнать, кто решится вступить в борьбу с этим страшным противником. И вот он увидал спустившегося с высоты прекрасного юношу, который держал в руках три венца. Один из них был украшен чистым золотом и драгоценными камнями, другой крупным блестящим жемчугом, а третий, наибольший из венцов, сплетен был из неувидаемых белых и красных цветов и ветвей Божия рая. Эти венцы были столь чудной красоты, что ее и ум человеческий не может постигнуть, и нельзя описать ее на языке человеческом. Увидав это, Андрей помыслил, как бы ему получить хотя бы один из всех трех венцов. Подойдя к явившемуся юноше, он сказал, «Ради Христа скажи мне, продаешь ли ты эти венцы? Хотя сам я и не могу купить их, но подожди меня немного, я пойду и скажу моему господину, и он заплатит тебе за эти венцы, сколько ты пожелаешь». Юноша же, просияв лицом, сказал ему, «Поверь мне, возлюбленный, что если бы ты принес мне золото всего мира, я не продал бы тебе, ни тебе, никому другому, ни одного цветка из этих венцов, потому что эти венцы составлены из небесных христовых сокровищ, а не из украшений суретного мира. Ими увенчиваются те, кто поборает тех черных эфиопов. Если ты хочешь получить и даже не один, а все три венца, то вступи в единоборство с тем черным эфиопом, и когда победишь его, возьмешь от меня все венки, которые ты видишь». Услышав это, Андрей исполнился решимости и сказал юноше, «Поверь мне, что я сделаю сказанное тобой, только научи меня хитростям его». Юноша сказал, «А разве ты не знаешь, в чем заключается его ловкость? Не эфиополи страшны и грозны по виду, а между тем они слабы силами, не бойся же его громадного роста и страшного взгляда, он слаб и гнил, как подгнившая трава». Укрепляя этими речами Андрея, прекрасный юноша стал учить его, как бороться с эфиопом. Он говорил, «Когда эфиоп тебя схватит и начнет бороться с тобой, ты не бойся, но схватись с ним крестообразно и узришь помощь Божию». После этого блаженный выступил вперед и сильным голосом крикнул эфиопу, «Выходи на борьбу!». Устрашая и грозя, эфиоп подошел, схватил Андрея и в продолжении весьма долгого времени переворачивал Андрея то в стул, то в другую сторону. Эфиопы стали рукоплескать, а одетые в белые ризы как будто побледнели, потому что они боялись, как бы этот эфиоп не ударил Андрея о землю. Андрей был уже одолеваем эфиопом, но, оправившись, крестообразно устремился на него. Бесрухнул, как громадное подрубленное дерево, и при падении ударился лбом о камень и закричал «Горе! Горе!». Одетые же с петлой одеждой пришли в великую радость. Они подняли Андрея на своих руках кверху, стали лобызать его, и торжествовали его победа над эфиопом. Тогда черные воины с большим посрамлением обратились в бегство, а прекрасный юноша отдал Андрею венцы и, облазбезав его, сказал «Ступай с миром!» «С этого времени ты будешь нашим другом и братом! Иди же на подвиг добродетели, будь нагим и юродивым ради меня, и ты явишься в день моего царствия причастником многих благ!» Пояснение. Юродство значит, собственно, безумие. Юродство от Христе представляет собой особый высший вид христианского подвижничества. Одушевляемая горячей ревностью и пламенной любовью к Богу, юродивые Христа ради, не довольствуясь всеми другими лишениями и самоотречениями, отрекались от самого главного отличия человека в ряду земных существ, от обычного употребления разума, добровольно принимая на себя вид безумного человека, не знающего ни приличия, ни чувства стыда, дозволяющего себе иногда, по-видимому, соблазнительные действия, при полном самосознании, представляясь умалишенными, юродивые Христа ради подвергались непрестанным оскорблениям, были почти семьи оставлены и отвержены, живя в обществе, они были не менее одиноки, как и живущие в диких пустынях, отказавшись совершенно от всякой собственности, от всех удобств и благ жизни, свободны от всяких привязанностей к земному, не имея определенного пристанища и подвергаясь всем случайностям бесприютной жизни, эти избранники Божии были как бы пришельцами из другого мира. Пища, одежда, жилища, казалось, не составляли для них существенной необходимости и необходимой жизненной принадлежности. При всем том, юродивые сохранялись всегда возвышенный дух, непрестанно возводили очи ума и сердца своего к Богу, постоянно горя духом перед ним, перенося безвинно столько оскорблений и лишений, они были чужды и духовной гордости, считая себя великими грешниками. Юродство Христа ради – это произвольное, постоянное мученичество, постоянная борьба против себя, против мира и дьявола, и при том борьба самая трудная и жестокая. Лишенные, по-видимому, простого здравого смысла человеческого, юродивы совершали, однако же, такие гражданские подвиги любви к ближним, какие недоступны другим людям. Не стесняясь говорить правду в глаза никому, они своими словами или необыкновенными поступками то грозно обличали и поражали людей несправедливых и грешных, часто могучих и сильных мира, то радовали и утешали людей благочестивых и богобоязненных. Юродивы нередко вращались среди самых порочных членов общества с целью исправить их и спасти, и многих из таких, отверженных, возвращали на путь истины и добра. Имея дар предсказывать будущее, они молитвами своими нередко избавляли сограждан от грозивших им бедствий, отвращали от них гнев Божий. При всей трудности подвига юродства, требования от святых подвижников и высокой мудрости, чтобы бесславие-то обращать во славу Божию и в назидание ближним, не допуская в смешном, ни греховного, в кажущемся неблагопристойным, ничего соблазнительного или обидного для других, первые подвижники юродства о Христе явились весьма рано, в колыбели первоначального иночества Египте. Во второй половине четвертого века. Конец объяснения. Выслушав это от того прекрасного юноши, блаженный Андрей пробудился от сна и удивился необычайному сновидению. С того времени он сделался Христа ради юродивым. На другой день, восстав от сна, он помолился, взял нож и пошел к колодцу. Тут снял он с себя одежду и, представляясь лишенным разума, изрезал ее на части. Ранним утром пришел за водой к колодцу повар и, увидав Андрея, как у пришедшего выступления, пошел и рассказал об этом их господину. Скорбя об Андрея, господин их пошел к нему и нашел его как бы немыслящим и говорящим неразумно. Подумав, что Андрей одержим бесом, он наложил на него железные веригни и приказал везти к церкви святой Анастасии. Андрей в течение дня представлялся лишенным разума, а ночью молился Богу и святой Анастасии. В глубине же своего сердца он размышлял о том, приятно ли Богу предпринято им дело или нет, и хотел получить об этом извещение. Когда он так размышлял, в видении ему представилось, что пять женщин и один светлообразный старец ходят в врачу и посещая больных. Пришли они также к Андрею, и старец сказал старейшей женщине, «Госпожа Анастасия, почему же ты не уврачуешь его?» «Учитель», — отвечала женщина, «его врачевал тот, кто сказал ему, сделайся ради меня юродивым, и в день моего царствия будешь причастником многих благ. Ему не нужно врачевание». Сказав это, они пошли в церковь, откуда уже не возвращались, хотя Андрей смотрел вслед к ним до тех пор, пока стали ударять к утренне. Тогда блаженный, уразумев, что его подвиг угоден Богу, возрадовался духом и еще усерднее стал подвязаться ночью на молитву, а днем в подвигах юродства. Однажды блаженный Андрей ночью возносил по своему обыкновению в глубине своего сердца молитвы Богу и святой Анастасии, мученицы. И вот пришел к нему в явно видимом образе дьявол со множеством бесов, держа секиру. А остальные же бесы несли ножи, деревья, колья и копья, как бы намереваясь убить блаженного. Явился и прежний Эфиоп в том виде, как он боролся с Андреем. И еще издали зарычал на него. Ринувшись на святого, он хотел растечь его топором, который держал в руках. За ним кинулись и все остальные демоны. Святой же, воздев со следами руки, возопил ко Господу, «Не предай зверям душу, воздающей тебе славу и честь». Потом снова возопил, «Святый апостол Иоанн Богослов, помоги мне». И вот прогремел гром. Явилось множество людей, и предстал благообразный старец, имевший лицо светлее солнца, и с ним великое множество слуг. Грозно и строго сказал он находящимся с ним, «Затворите ворота, чтобы ни один из сих не убежал». Тотчас ворота затворили. И все Эфиопы были схвачены. И услышал Андрей, как один бес тайно говорил своему товарищу, «Проклят тот час, в который мы соблазнились, ибо немилостив Иоанн, и хочет жестоко мусить нас». Святой же Иоанн, повелев пришедшим с ним людям, одетым в белой одежде, снять с шеи Андрея железные вериди, затем встал за воротами и сказал, «Приводите, Эфиопов, ко мне одного за другим, привели первого беса и распростерли его на земле. Взяв веригу, апостол согнул ее втрое и дал бесу сто ударов». Бес же, как человек, кричал, «Помилуй меня!» После этого распростерли другого демона, и он также был подвергнут ударам, затем третьего и тот получил столько же ударов. Удары же, коим Господь подверг бесов, были не призрачными, а действительными наказаниями, кои причиняют страдания бесовскому роду. Когда таким образом все Эфиопы были наказаны, Иоанн сказал им, «Вступайте и покажите своему отцу сатане нанесенные вам раны. Будет ли это ему приятно?» После того, как одетые в белые одежды ушли, и демоны исчезли, тот благолепный старец подошел к рабу Божию Андрею и, возложив на его шею вериги, сказал ему, «Ты видишь, как поспешил я к тебе на помощь, ибо я очень о тебе забочусь, потому что Бог поручил мне попечение о тебе. Итак, терпи. Скоро ты будешь отпущен и будешь ходить по своей воле. Как тебе будет угодно?» «Господин мой», — сказал Андрей, «Кто ты?» Старец ответил, «Я тот, кто возлежал на персях господних». Сказав это, он просиял, как молния, и скрылся от глаз юноши. Блаженный же Андрей прославил Бога за то, что он послал ему на помощь возлюбленного ученика своего. После явления святого Иоанна Богослова, разговора с ним и мучений, причиненных бесом, блаженный Андрей, будучи по-прежнему скован, лег, желая уснуть, и в то же время пришел в восторженное состояние. Он увидал себя в царских палатах. На престоле в великой славе сидел царь, который подозвал Андрея к себе и спросил, «Желаешь ли сей душой трудиться для меня?» Андрей отвечал, «Желаю, Господи!» Царь дал ему вкусить нечто весьма горькое, и при всем сказал ему, «Таков скорбный путь работающих мне в этом мире!» После этого он дал вкусить Андрею нечто белее снега и слаще манны. Вкусив, Андрей возвеселился и позабыл горечь первой снеги. И сказал ему царь, «Такова у меня пища для служащих мне и мужественно до конца претерпевающих, и ты мужественно соверши свой подвиг, как начал, ибо, перенесши в этой жизни немного страданий, ты будешь вечно пребывать в жизни нескончаемой». Пробудившись от сна, Андрей пришел к мысли, что виденная им первая пища, горькая, прообразует терпение в здешнем мире, а последнее сладкое — жизнь вечную. После этого господин Андрей в продолжении четырех месяцев держал его при себе, а затем отпустил на свободу. Притворяясь лишенным разумом, Андрей стал бегать по улицам. Он ходил по городу, лишения, скорбя, озлобления, которых не был достоин весь мир. Одни надругались над ним, как над безумным, другие прогоняли его от себя, гнушаясь им, как псом смердящим. Иные же считали его заодержимого бесом, и малолетние дети отроки глумились и били блаженного. Он же все претерпевал и молился об оскорблявших его. Если кто из милостивых нищелюбцев подавал Андрею милостыню, он принимал ее, но отдавал другим, нищим. Впрочем, он раздавал так, чтобы никто не знал, что он подает милостыню, сердясь на нищих и как бы желая их побить. Он, как еродивый, бросал им лицо деньгами, которое держал в руках, а нищие их подбирали. Иногда по трое суток не вкушал он хлеба, иногда же голодал и целую неделю. А если не находилось никого, кто подал бы ему ломочь хлеба, то он проводил без пищи и вторую неделю. Одеждой Андрея служило никуда не годное рубище, едва прикрывавшее телесно его наготу. Уподобляясь во всем святому Симеону Христа ради юродивому, он днем бегал по улицам, а ночью пребывал в молитве. Живя в столь обширном городе среди многочисленного населения, он не имел, где главы преклонить. Нищие прогоняли его от своих шалашей, а богачи не пускали во дворы жилищ своих. Когда же ему необходимо было уснуть и несколько успокоить свое измученное тело, он искал мусора, где лежат собаки, и располагался между ними. Но и псы не подпускали к себе раба Божия. Одни, кусая, отгоняли его от себя, другие же убегали от него сами. Никогда не засыпал он под кровлей, но всегда на холоде и зное, валяясь, как лазарь, в гноище и грязи, попираемые людьми и животными. Так страдал добровольный мученик и так смеялся над всем миром юродивый, потому что немудрое Божие премудрие человеческого. Иселилась в него благодать Святого Духа, и он получил дар прозорливости, ибо он стал прозревать помыслы людей. Однажды в Константинополе у некоего знатного мужа умерла дочь, которая прожила жизнь свою в девственной чистоте. Умирая, она завещала похоронить ее за городом, на кладбище для бедных, находившихся в саду ее отца. Когда она скончалась, ее понесли на то место, где и похоронили ее по христианскому обычаю. В то время был в Константинополе гробокопатель, который, разрывая могилы, снимал с мертвецов одежды. Стоя на дороге, он наблюдал, где будет похоронена девица. Заметив место ее усыпальнист, он решился с наступлением ночи разрыть могилу и снять одеяние с мертвой. Слушалось, что и святой Андрей, творя обычные подвиги юродства Христа ради, пошел на то место. Как только заметил он того гробокопателя, он провидел духом злое его намерение, желая отклонить вора от задуманного дела и предугадывая, какое у вас последствует ему наказание. Святой Андрей взбинул на него с суровым видом и как бы в сильном гневе сказал, «Так говорит дух, судящий, похищающий одежды, лежащих во гробах, не будешь ты видеть солнца, не будешь видеть дня нелица человеческого, затворятся для тебя врата дома твоего и никогда более не откроются. Померкнет для тебя день и уже никогда не просветлеет». Услышав это, гробокопатель не понял того, о чем говорил святой и отошел, не обращая на слова его никакого внимания. Святой же вторично посмотрел на него и сказал, «Ты уходишь? Не укради. Если же ты сделаешь это, то свидетельствуй именем Иисуса не увидишь никогда солнца, поняв, что святой говорит ему, гробокопатель удивился, каким образом он знает его намерение, и возвратившись к святому, сказал, «Ты точно одержим беснованием и по демонскому наущению говоришь о таинственном и неизвестном. Я же нарочно пойду туда, чтобы видеть, сбудутся ли твои слова». После этого святой удалился, продолжая ее родствовать. С наступлением вечера, выбрав удобное время, вор отвалил камень от гроба, вошел в гроб и прежде всего взял верхнюю одежду покойной и все украшения, ибо они были многоценны. Взяв это, он намерялся удалиться, но какой-то внутренний голос подсказал ему, «Сними рубашку, ведь она хороша». Сняв рубашку из девицы, гробокопатель хотел выйти из могилы. Мертвая же девица по повелению Божьей подняла свою правую руку и ударила гробокопателя по лицу, и он точно сослеп. Ужаснулся тогда несчастный и затрепетал, так что от страха стали сокрушаться челюсти его, зубы, колено и все кости. Умершая же девица отверзла уставство и сказала, «Несчастный и отвержный человек, ты не побоялся Бога, не подумал того, что и ты человек. Тебе бы следовало постыдиться девической ноготы. Тебя довольно уже взятого тобой, и хотя бы рубашку ты оставил моему обнаженному телу. Но ты меня не помиловал и жестоко поступил со мною, задумав сделать меня посмешищем перед всеми святыми девами. в день второго пришествия Господня. Но теперь я поступлю с тобой и так, что ты никогда не будешь больше воровать, дабы тебе было известно, что жив Господь Бог Иисус Христос и что по смерти есть суд, воздаяние и наказание». Проговорив эти слова, девица встала, взяла свою рубашку, облеклась в нее и, возложивши на себя все одежды и украшения, легла и сказала, «Ты, Господи, един!» на упование вселил Меси. С этими словами она снова почила в мире, а тот, отверженный, едва имел силы выйти из гроба и найти ограду сада. Хватаясь руками то за одну, то за другую стены ограды, он вышел на ближайшую дорогу и побрел городским воротом. Расспрашивавшим о причине его слепоты, он рассказывал совсем не то, что было в действительности, но впоследствии рассказав все, что случилось с ним одному своему брату, с тех пор он стал просить себе милостыни и таким образом снискивал себе пропитание. И часто он говорил себе «Будь проклята гортань моя, ибо из-за тебя постигла меня слепота». Вспоминал он также святого Андрея и удивлялся, как все исполнилось согласно провиденному и предреченному святым. Однажды, хотя по городу, святой Андрей увидал, что навстречу ему несут покойника. Умерший был очень богатый человек, и за его гробом шло великое множество народа со свечами и кадильницами. Церковнослужители пели обычные погребальные песнопения, а родные и близкие покойника плакали и рыдали. Видя своими прозорливыми очами, что делалось с тем мертвецом, святой остановился и стал смотреть. И вот, впав на долгое время в совершенное бесчувствие, он увидел духовными очами множество эфиопов, шедших за гробом и громко кричавших «Горе ему! горе ему!» Один из них, одни держали в руках мешки, из которых рассыпали пепел на людей, окружавших мертвеца. Другие же бесы плясали и бесстыдно смеялись, как бесстыдные блудницы. Третьи лаяли, как собаки, а иные еще хрюкали, как свиньи. Мертвец был для них предметом радости и веселья. Некоторые из бесов, окружая мертвеца, крапили его смрадной водою, иные летали по воздуху около адра, на котором лежал мертвец. От трупа же умершего грешника исходил удушливый смрад. И я, следом за мертвым, бесы рукоплескали и производили ужасный топот ногами, ругаясь над поющими, и говоря, «Пусть Бог не сдаст никому из вас видеть свет, жалкие христиане, ибо вы воспеваете над псом со святыми и упокой душу его, и при этом вы называете его, причастного всяческому злу, рабом Божиим». Взглянув вторично, Андрей увидел, что один из бесовских князей с пламенным взором шел, как гробу того отверженного со смолой и серой, чтобы сжечь его тело. Когда же совершился обряд погребения, святой Андрей увидал ангела, шедшего во образе прекрасного юноши и плакавшего горькими слезами. Проходя мимо, ангел приблизился к святому Андрею. Последний, подумав, что этот юноша один из ближних умершего и потому так плачет, подошел к нему и сказал, «Прошу тебя именем Бога небеса и земли, скажи, что за причины твоего плача? Ибо никогда и никого не видел я столь горько плачущим об умершем, как ты?» Ангел отвечал, «Вот почему я проливаю слезы. Я был приставлен для охранения к покойному, коего ты видел, когда его несли в могилу. Но его взял к себе дьявол. Это и есть причина моего плача и печали». На это святой сказал ему, «Я теперь понял, кто ты. Молю тебя, святой ангел, расскажи мне, что за грехи были у покойного, из-за коих захватил его в свои руки дьявол». «Андрей, избранник Божий», отвечал ангел, «Так как ты желаешь узнать об этом, то я расскажу тебе, ничего не скрывая. Я вижу красоту святой души твоей, светящуюся наподобие чистого золота. Увидев тебя, несколько утешился. В моей скорби этот человек был в великом почете у царя, но он был страшный грешник и вел преступную жизнь. Он был и блудником, и прелюбодеем, зараженным садомским грехом, льстецом, немилосердным, сребролюбцем, лжецом и человеконенавистником, злопамятным, сдаимцем и клятвопреступником. Свою бедную челядь он морил голодом, побоями и наготою, оставляя ее в зимнее время без обуви и одежды. Многих рабов он даже убил и закопал их под полом конюшен. Одержимый ненавистной Богу похотью, он осквернил до трехсот душ мерзкими отвратительными грехами блудодеяния. Но и для него пришло время жатвы и застало его смерть непокаявшимся и имеющим несказанные грехи. Душу его взяли бесы, а отвратительное тело его ты и сам видел, злые духи провожали с поруганием. Вот почему святая душа тужу я. Одержимый глубокой скорби я плачу, потому что охраняемый мною ныне стал посмешищем демонов. На эти слова ангела Божия святой сказал, умоляю тебя, друг, прекрати этот плач. Умерший поступал дурно, посему и скончался без покаяния. Пусть же он насыщается плодами дел своих. Ты же пламеннообразный, исполни всяческих добродетелей, слуга вседержителя Господа Саваофа, отныне вовеки будешь под благодатью Бога твоего. После этих слов ангел невидимо удалился от Андрея. Мимо проходящие по своему недостоинству не могли видеть ангела и думали, что святой разговаривает сам с собой и говорили друг другу, посмотрите на этого юродивого, как он потешается и бессмысленно разговаривает со стеной. При этом они толкали его и отгоняли, говоря, что тебе нужно, юродивый, недостойно беседовать с людьми, ты разговариваешь со стеной. Святой молча отошел и, уединившись в тайном месте, горько плакала погибель несчастного, которого он видел не сомом к могиле. Однажды святой Андрей ходил в толпе людей на базаре около колонны, которую поставил царь Константин. Некая женщина по имени Варвара, будучи просвещена святым духом, с ужасом увидала в толпе блаженного Андрея, блистающим наподобие пламенного солнца с толпа. При этом некоторые неразумные толкали его, а другие били. Многие же глядя на него говорили, сей человек безумен, погубил свой рассудок, да не случится сие и с недругами нашими. Бесы же, ходя за святым Андреем в образе черных эфиопов, говорили, о, если бы Бог не посылал на землю другого подобного этому, ибо никто не иссушал сердец наших так, как этот человек, который, не желая работы для своего господина, притворился юродивым и насмехается над всем миром. И видела та женщина, что эфиопы отмечали бьющих святого и говорили между собою, нам приятно, что они безрассудно его бьют, ибо за истязание невинного угодника Божия они будут осуждены в смертный час свой, и нет для них спасения. Устыхав это блаженный по внушению Духа Божия, устремился на них, как пламень, уничтожил дивные силы знамения бесов и гневаясь на них, сказал, вы не должны отмечать бьющих меня, ибо я молюсь владыке моему, да не вменит им обо грехи нанесения мне побоев. Они делают это по неведению и ради неведения своего получат прощение. Когда святой говорил, это внезапно отверзлось подобно вратам неба, и оттуда опустилось на цветы множество прекраснейших ласточек, а посередине их большой белоснежный голубь, державший в своем клюве золотой масличный лист. И сказал голубь святому человеческим языком, возьми лист сей, его прислал тебе из рая Господь Вседержитель, знамение своего к тебе благоволения, ибо ты милуешь и прощаешь наносящих тебе побои, и молишься за них, чтобы это не вменилось им во грех. С этими словами голубь опустился на голову святого. Видя все это, благочестивая женщина удивлялась и, придя в себя после видения, говорила, сколько светильников имеет Бог на земле, и никто их не знает. Много раз намеревалась она рассказать о своем видении другим, но сила Божья удерживала ее. Впоследствии святой Андрей встретил ее в одном месте и сказал ей, сохраняй мою тайну, Варвара, и того, что ты видел, не рассказывай никому, пока я не дойду, вместо селения дивно даже до Дому Божия. Честный святильник и святые Божии, отвечала Варвара, если бы я и захотела кому рассказать свое видение, то не могу, ибо невидимая Божья сила меня удерживает. Ходя по городу святой Андрей встретил однажды некоего вельможу и, провидя его жизнь, плюнул на него, говоря, лукавый блудник, хулитель церкви, ты притворяешься, что идешь в храм, ты говоришь за утреннюю еду, а сам идешь к сатане для скверных дел, а беззаконник, стоящий в полности погниляющий Бога, уже наступило время восприятия по делам твоим, или ты думаешь, что скроешься от страшного всевидящего и всеиспытующего око Божие. Услыхав это, вельможа ударил коня и уехал, дабы не быть посрамленным еще более. По прошествии нескольких дней он тяжко заболел и стал сохнуть. Приближенные переносили его из одной церкви в другую, от одного врача к другому, но это не приносило ему никакой пользы. Вскоре сей отверженный человек отошел на вечное мучение. В одну ночь святой увидал около дома того вельможи, пришедшего с запада ангела господня. Ангел имел вид огненного пламени и держал большую пламенную палец. Когда ангел подошел к больному, то услыхал голос свыше. Бей сего, хулитель, отвратительного садомлянина, и, нанося ему удары, говори, желаешь ли ты еще творить грехи, осквернять различных людей? Будешь ли ты ходить для дьявольского утренни? Ангел стал исполнять повеленное ему. При этом голос ангела и удары его были слышны, сам же ангел не был виден. В таких мучениях человек тот испустил дух. Придя однажды на рынок, святой Андрей встретил одного инока, которого все восхваляли за добродетельную жизнь. Правда, он подвязался, как подобает инокам, но без меры был склонен к сребролюбию. Многие жители города, исповедывая ему свои грехи, давали ему много золота для раздачи нищим. Он же, будучи одержим ненасытной страсти и сребролюбии, никому не давал, а все клал в сумку и радовался виде увеличения денег. Проходя одно из тем жалким инокам дорогою, блаженный Андрей увидел прозорливыми очами, что этого сребролюбца объевает страшный змей. Близко подойдя к иноку святой стал рассматривать того змея. Инок же, принимая Андрея за одного из нищих, просящих милостей, сказал ему «Бог тебя помилует, брат, у меня нет ничего подать тебе». Отойдя от него на небольшое расстояние, блаженный заметил, что вокруг него в воздухе над змеем написано темными письменами «Корень всякому беззаконию змей сребролюбия». Оглянувши же назад, святой заметил двух спорящих между собой юношей. Один из них был черен и имел темные очи, это был бес. Другой же Божий ангел был белый как свет небесный. Черный говорил «Инок мой, так как он исполняет мою волю, он не милосерден и сребролюбив, он не имеет части с Богом и работает на меня как идолослужитель». «Нет, он мой», возражал ангел, «ибо постится и молится, и при том он кроток и смиренен». Так они припирались и не было между ними согласия, и был с неба голос к светоносному ангелу «Нет тебе части в том чернице, оставь его, потому что он не Богу, а мамоне работает». После этого отступил от него ангел Господень, и дух тьмы повысил над ним старейшинство. Увидав это блаженный Андрей удивлялся, что враждебный демон одолел в споре светлого ангела. Встретив однажды на улице инок этого святой, взял его за правую руку и сказал «Раб Божий, без раздражения выслушай меня, раба твоего, и милостью прими убогие слова мои, ибо из-за тебя постигла меня большая скорбь, и я более не могу переносить, чтобы ты, будучи сперва другом Божиим стал теперь слугой и другом дьявола. Ты имел крылья, как Серафим, зачем же ты предался сатане, чтобы тот подрезал их до основания? Лих у тебя был блестящий, как молния, почему же ты потемнел? Увы мне, ты имел зрение, как бы многих очей, а ныне змеи тебя совсем ослепил. Ты был солнцем, но зашел в темную и бедственную ночь. Зачем ты, брат, погубил свою душу? Зачем ты подружился с бесом сребролюбия? Попустил ему пребывать с тобою? Зачем собираешь золото? Разве ты будешь похоронен с ним? Ведь после твоей смерти оно другим достанется. Неужели хочешь ты, чтобы тебя погубила скупость? В то время, как другим умирает от голода, холода и жажды, ты переселишься, взирая на обилие золота? Таковы ли пути к покаянию? Таков ли устав для иноков, повелевающий пренебрегать суетной жизнью? Так ли ты отрешился от мира и того, что в мире? Так ли ты распялся миру и всей его суете? Разве ты не стыхал Господа говорящего, не стяжите злата, не серебра, не меди, не две одежды? Почему же ты забыл эти заповеди? Вот ныне или завтра оконится жизнь наша, и что ты приготовил, то кому то достанется? Разве ты не знаешь, что охраняющий тебя ангел с плачем удалился далеко от тебя, а дьявол стоит подле тебя, и вокруг шеи твоей оббился змей серебролюбе? Ты же его не замечаешь? Правду тебе говорю я, что проходя мимо, я слышал отрицающегося от тебя Господа, умоляю тебя, раздай имение нищим сиротам, вдовам, убогим и странникам, не имеющим места, где преклонить голову. Постарайся же, дабы тебе вновь быть другом Божиим. Если же ты не послушаешь меня, погибнешь лютой смертью. Именем Иисуса Христа свидетельствую, что ты тотчас увидишь дьявола. После этого он прибавил. Видишь ли ты его? И открылись у Инока духовные очи. Увидел он дьявола, черного, как Эфиопа, зверообразного, со страшной пастью. Но он стоял вдали и при виде Андрея не осмелился приблизиться. Тогда Инок сказал святому раб Божий, я вижу его и ужасный страх объявил меня, скажи мне, что нужно для спасения души моей? Андрей сказал ему, поверь мне, если ты не послушаешь меня, я нашлю его на тебя, чтобы он тебя замучил и чтобы о твоем посрамлении услышали не только одни эти граждане, но и все четыре страны вселенной. Береги же и исполни то, что я тебе говорю. Усока в это Инок убоялся и обещал исполнить все, что приказывал святой. И тот час Андрей увидел, что с востока пришел могучий дух в образе молнии и коснулся того змия, превратился в ворона и исчез. Так же погиб и черный Эфиоп, и снова над тем Иноком принял власть Ангел Божий. Расставаясь с Иноком, блаженный заповедал ему, смотри, ничего не рассказывай обо мне, а я стану вспоминать тебя в моих молитвах день и ночь, дабы Господь Иисус Христос направил тебя на добрый путь. После того Инок пошел и раздал нищим все свое золото, и еще более был впоследствии прославлен Богом и людьми. Многие приносили к нему золото, чтобы он раздавал его бедным, но он приказывал жертвователям раздавать его своими руками, говоря, какая для меня польза заботиться о чужом ссоре. В то время, когда он жил так, как подобает Иноку, с радостным лицом в видении, явился ему святой Андрей, показал ему на поле светлое дерево, имеющее цвет сладкого плода, и сказал, возблагодари Бога Отче за то, что он исторг тебя из пасти змея, и соделал твою душу подобное светоносному дереву, постарайся же сей свет обратить в плод сладкий, сие прекрасное дерево, которое ты видишь, есть изображение твоей души. Придя в себя, Инок еще более окреп в духовном делании, и всегда приносил благодарение Богу и угоднику его Андрею, настаившему его на путь спасения. Святой Андрей так благогодил Богу и столь возлюбил его Господь, что однажды он был подобно апостолу Павлу восхищен до третьего неба, и слышал там неизреченные глаголы, и созертал незримые для смертного красоты рая. А всем поведал он сам перед своей кончиной верному своему другу Никифору. Раз как-то случилась суровая зима, и в Константинополе в продолжении целых двух недель стоял сильный мороз. Все жилища были занесены снегом, от бури ломались деревья, и птицы падали мертвыми на землю, не находя себе пищи. Тогда все бедняки и нищие были сильной скорбью и утеснением. Стеная, плача и дрожа от стужи, они умирали вследствие лишений, голода и холода. Тогда и блаженный Андрей, не имея ни пристанища, ни одежды, испытывал немалый скорбь вследствие стужи. Когда он, желая, хотя на некоторое время укрыться под кровлей, приходил к другим нищим, они гнали его от себя палками, как собаку, крича на него, пошел прочь отсюда, пес, не имея убежища от прилучившегося бедствия, и отчаиваясь за самую свою жизнь, он сказал себе, благословен Господь Бог, если я и умру от этой стужи, то пусть умру по любви моей к нему, но Бог силен подать мне и терпение перенести стужу эту. Зайдя в один закоулок, святой увидал лежащую там собаку, и, желая согреться от нее, лег с нею, но, увидавши его, собака встала и ушла, и сказал Андрей сам себе, о, сколь не только люди, но и псы пренебрегают тобою. Когда он таким образом лежал, дрожа от лютого холода и ветра, тело его измерзло и посинело, он подумал, что пришло время последнего его издыхания, и стал молиться, чтобы Господь принял с миром его душу. И вот внезапно он ощутил в себе внутреннюю теплоту, и, открыв глаза свои, увидел некого прекрасного юноши, лицо которого светилось, как солнце. Он держал в своей руке ветер, покрытую различными цветами. Взглянув на Андрея, юноша сказал, Андрей, где ты? Андрей отвечал, ныне я нахожусь во тьме и тени смертной. Тогда явившийся юноша слегка прикоснулся к лицу Андрея цветущую ветвью, который держал в руке и сказал, получи оживление твоему телу. Святой Андрей вздохнул в себя благоухание тех цветов. Оно проникло в сердце его, согрело и оживотворило все тело его. Вслед за этим он услыхал голос, говорящий, ведите его, чтобы он на время успокоился здесь, а потом он снова возвратится. С этими словами на него нашел сладкий сон, и он увидал неизреченные Божьи откровения, о коих он подробно сообщил сам вышеупомянутому Никифору в таких словах. Что со мной было, я не знаю. По божественному изволению я пребывал в течение двух недель в сладостном видении. Подобно человеку, который сладко проспав всю ночь просыпается утром, я видел себя в прекрасном и дивном рае, и удивляясь этому в душе и размышлял, что это значит. Я знаю, что живу в Константинополе, а как сюда попал, не знаю. И не понимал я, то ли в теле был, или без тела, Бог знает. Но я видел себя облеченным в светлое, как бы из молнии сотканное одеяние. На голове моей лежал венок, сплетенный из многих цветов. Я был опоясан царским поясом и сильно радовался при виде той красоты. Умом и сердцем удивлялся я несказанной прелести рая Божия и услаждался, ходя по нему. Там находилось множество садов, наполненных высокими деревьями, которые колыхались своими вершинами, веселили мои очи, и от ветвей их исходило великое благоухание. Одни из тех деревьев непрестанно свели, другие были украшены златовидной листвою, а иные же имели плотней сказанной красоты. Всех деревьев нельзя уподобить по красоте ни одному земному дереву, ибо их насадила не человеческая рука, а Божия. В тех садах были бесчисленные птицы с золотыми, белоснежными и разноцветными крыльями. Они сидели на ветвях райских деревьев и так прекрасно пели, что от сладкозвучного их пения я не дождалось мое сердце, и я думал, что их пение слышно даже на самой высоте небесной. Те прекрасные сады стояли по рядам наподобие того, как стоит один полк против другого. Когда я с сердечной радостью ходил между ними, то увидел большую, протекающую посередине рая реку, которая орошала прекрасные те сады. По обоим берегам реки рос виноград, распростирая там со всех четырех сторон веяли тихие благоухающие ветры, а до новенья коих сады колыхались, производя своими листьями чудный шелест. После всего на меня напал какой-то ужас, и мне показалось, что я стою наверху небесной тверди, передо мной же ходит какой-то юноша, светом, как солнце, лицом, одетый в багреницу. Я подумал, что это тот, который ударил меня цветущей ветью по лицу. Когда я ходил по его стопам, то увидел крест большой и прекрасный по виду подобной радуги, а кругом его стояли огневидные, как пламень, певцы, и воспевали сладостные песнопения словословия Господа, некогда распятого на кресте. Шерший предо мной юноша, подойдя ко кресту, облобызал его и дал знак и мне, чтобы я облобызал крест. Припав ко святому кресту со страхом и великой радостью, я усердно облобызал его. Облобызая его, я исполнился несказанной духовной сладости и обонял благоухание сильнее райского. Пройдя мимо креста, я посмотрел вниз и увидал под собой как бы морскую бездну. Мне показалось, что я хожу по воздуху. Испугавшись, я закричал моему путеводителю, «Господин, я боюсь, как бы мне не упасть в глубину». Он же обратившись ко мне сказал, «Не бойся, ибо нам необходимо подняться еще выше». И он подал мне руку. Когда я ухватился за нее, мы уже находились выше второй тверди. Там я увидал дивных мужей, их упокоение и непередаваемую на языке человеческом радость их праздника. После этого мы вошли в какой-то дивный пламень, который не опалял нас, но только осиевал. Я стал ужасаться, и снова мой путеводитель, обернувшись, подал мне руку и сказал, «Нам следует подняться еще выше». И вот после этих слов мы поднялись выше третьего неба, где я видел и слышал множество сил небесных воспевающих и словословящих Бога. Мы подошли к какой-то блистающей как молнии завесе, перед которой стояли великие и страшные юноши, видом подобное как бы огненному пламени. Лица их сияли ярче солнца, а в руках у них было огненное оружие. Предстоя со страхом увидел я бесчисленное множество небесного воинства и сказал мне водивший меня юноша, когда отверзется завеса, ты увидишь владыку Христа, поклонись же престолу славы его. Услыхав сие, я радовался и трепетал, ибо меня объял ужас и неизреченная радость. Я стоял и смотрел, ожидая, когда отверзется завеса, и вот какая-то пламенная рука отверзла завесу. И я, подобно пророку Исаии, узрел Господа моего, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и серафим и стояли окрест его. Он был облечен в багряную одежду, лицо его было пресветло, а очи его с любовью взирали на меня. Увидев это, я пал перед ним низ, поклоняясь пресветлому и страшному престолу славы его. Какая радость объяла меня при созерцании лица его, того нельзя словами не выразить. Даже и теперь при воспоминании о том видении я преисполняюсь неизреченной радостью, в трепете лежал я перед моим владыкой, изумляясь такому его милосердию, что он попустил мне, нечистив свегрешнику, предстать перед собой и созерцать божественную его красоту, размышляя о своем недостоинстве и созерцая величие моего владыки, я умилялся и повторял про себя слова пророка Исаии «О, бедный я грешник! Вот я человек с нечистыми устами, и я видел Господа моего очами моими, и услыхал я премилосердного Творца моего изрекшего мне пресладкими и пречистыми словами устами своими три божественных слова, кое так усладили сердце мое и разожгли его любовь, что я от теплоты духовной веси стоевал, как воск, и исполнилось на мне слово Давида, сердце мое как воск растаяло посреди внутренности моей, после этого все небесное воинство воспело придивную и незреченную песень, а затем не понимая и сам как снова очутился я ходящим по раю и размышлял я о том, что не видал причистой госпожи Богородицы и вот я увидал мужа светлого как облако носящего крест и говорящего пресветлейшую небесную силу царицу хотел-то увидеть здесь но ее нет здесь она удалилась в многобедственный мир помогать людям и утешать скорбящих я показал бы тебе ее святое место но теперь нет времени ибо тебе надлежит опять возвратиться туда откуда ты пришел так повелевает тебе владыка когда когда он говорил мне казалось будто я сладко уснул затем проснувшись очутился я на том самом месте где находился ранее лежащим в углу я удивлялся этому где я был во время видения и тому что сподобился видеть мое сердце исполнилось неизреченной радости и я возблагодарил моего владыку изволившего и явить мне такую благодать это видение святой Андрей поведал перед своей кончиной своему другу Никифору и взял с него клятву не рассказывать о том никому пока он не отрешится от уст тела Никифор же усердно умолял святого чтобы он сообщил ему хотя бы одно из тех трех слов которые изрек ему Господь но святой не пожелал этого открыть так святой Андрей восхищенный подобно апостолу Павлу увидал то чего не видало бренное око слышал то чего не слыхало смертное ухо и насладился в откровении такими небесными красотами которых и не представляло себе человеческое сердце а так как при откровении небесных тайн он не видал причистой госпожи Богородицы то ее он сподобился увидеть на земле в видении во Влахернской церкви когда она пришедшая помогать людям явилась на воздухе с пророками апостолами и чинами ангельскими молясь о людях и покрывая их честным своим амофором увидев ее блаженный сказал ученику и певи 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 отвечал вижу очи святые и ужасаюсь проведя дивное житие святой Андрей много чудо действовал и претерпел много поруганий и побоев как о том сообщается в отдельной книге его жития написанной Никифором он предрекал будущее и обратил к покаянию многих грешников затем он переселился в вечные обители святой Андрей еродивый скончался 66 лет от роду кончина его последовала около 936 года до коих раньше был временно восхищен ныне же водворившись в них навеки ликует с ангелами и в блаженстве предстоит Богу единому в трех лицах отцу и сыну и святому духу ему же слава во веки аминь в веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала